Мы продолжаем нашу работу в прямом эфире. Мы продолжаем наш разговор о том, как же нам правильно общаться с нашими детьми, чтобы они нас услышали и поняли. И говорим мы сегодня о той литературе, которая является нашим помощником. О правильной литературе. О правильной литературе. О хорошей. О правильной литературе. Дабы вы не рассеивали свое внимание на всякую псевдолитературу. Правильно сказали. Итак, то, что я взяла вот там в магазине «Лагуна», и вот сегодня я принесла. Вот мне понравилась. Вот эта книга мне очень понравилась. Вера Игна, вы ее знаете. Это замечательная книга. Укрупните, пожалуйста. Родители прочтут название. А я уже объясню. Каждый из нас в течение того, когда растет ребенок, сталкивается с неудобными вопросами, либо вопросы, которые мы боимся услышать. Но, например, вот, например, я сделала закладочку. Вот такой вопрос. Мама, что за странные звуки вы с папой вчера издавали? Ребенку 7 лет. Каждый родитель боится услышать этот вопрос. Это точно. Либо подобные вопросы. Значит, надо вот эта книга учит тому, чтобы вы не смущались, не краснили, а ваш ребенок знал, что любой вопрос он может задать именно вам. А для этого мы должны быть готовы. Вот это маленькое, да. Да, именно такие вещи мы часть какой-то программы просто подготовим и посвятим. Потому что, действительно, мы как взрослые начинаем философствовать на тему. А ребенку нужен четкий, конкретный ответ. Да. Четкий, конкретный. Либо он нас начинает подозревать в том, что мы юлием. Причем, нет, четкий, конкретный ответ, который напрямую связан вот с тем, что происходит. Отвечать нужно очень кратко и четко, но не начинать философствовать и екать и бэкать. Ну, я действительно считаю... А папа иногда вообще адресует этот вопрос к маме? Да. Ты еще мал, ты потом об этом узнаешь. Как только начинается вот этот разговор, то тут же, тут же у ребенка здесь западают какие-то мысли, и он идет с этими мыслями уже не к вам. К другу. А к другу или так дальше. И тот трактует эту проблему так, как уж доходит нужно. Они не хотят трактовки. Они не хотят трактовки. И я уверена, что, знаете, как в том анекдоте, папа, а что такое аборт? Папа страдал, 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 что же это такое? А кто тебе сказал, сынок, это слово? Нет, мы сегодня пели, а в волны бьются, а аборт корабля. Вот и все. Вот еще одна книга, которая мне тоже понравилась, которую вы тоже можете в магазине Лагуна приобрести. Сейчас ее немножечко укрупнят. Вы увидите название, чтобы вы ее визуально просто запомнили. Эта книга достаточно любопытная. Видите, да? Для мам. Вот здесь я сделала себе тоже закладки. Посмотрели и на авторов. Ну вот, например, такая тема. Пора вставать. Вот ребенок не хочет вставать утром. И вот здесь вам 5, 6, 7, 8, нет, 9 вариаций, что можно сделать, как можно вот это утреннее вставание, с которым мучаются, да? Вставьте в магнитофон ваш любимый диск и включите на полную громкость. Ну вот такой совет, например. Ну да. То есть любимая музыка. Дальше. Положите на спину поверх пижамы что-нибудь холодненькое. Вот такой совет. Ну то есть здесь есть вариации, как можно попробовать в зависимости от ребенка, от его темперамента, от способности на игру, быстрое включение. Но есть советы. Вот пора вставать, например, да? Или какие-то советы свобода от телевизора. Вот как освободить ребенка от телевизора. Вот здесь вы можете подчеркнуть. Книга для мам. Для мам лучших во всех отношениях. То есть это краткое исследование на тему. На тему, да. Это не тема, что мы не начнем определять психологию зависимости от телевизора, а четко и конкретно. Вот в этих книгах, вот это мне и понравилось. Вот эта книга Жени Кац «Игры для начинающих мам». Ну то, что мы с Верой Игриной проповедуем здесь уже пять лет с экрана телевизора, что все в форме игры. Все в форме игры должно происходить. И как только вы научитесь, не играючи, а играя, относиться ко всему, что связано с ребенком и переходить в форму игры, тем легче вы будете справляться с психологическими проблемами. В одной из книг вот я прочитала, когда мужчину оставили дома с не его ребенком, попросили посмотреть, он дядей являлся. И как только родители переступили за порог, ребенок в рев. Он, конечно, был несколько растерян, как любой мужчина, да и женщина бы растерялась. А что делать? И ребенок залез под стол. Уйти из комнаты, вот смотрите, о чем он думал, оставить ребенка в одиночестве. С его как бы теперь трагедией родители ушли. Залезть под стол он попытался, а ребенок сказал, нет, я не хочу, чтобы ты залазил ко мне под стол. Значит, присоединиться к этому горе он тоже не может. Что делать? Он придумал хитрый способ. Он сел подаль от стола и спросил у ребенка, вот казалось бы, я сейчас пересказываю совершенно нелепую какую-то историю. На самом деле, очень лепую, лепую, лепую. Он говорит, я не очень близко сижу к тебе. Нет. А можно я сяду чуть ближе? Нет, сказал ребенок. Ну хорошо, я посижу тогда вот здесь. Хорошо, сказал ребенок. И вот пока был этот диалог, ребенок уже перестал плакать. После этого он выпал из-под стола и пересел на коленку к этому дяде. И задал уже какой-то следующий вопрос. И вот так они медленно, спокойно, без нервов, без одиночества этого ребенка. А для ребенка это была маленькая трагедия и доигрывание этой трагедии. Родители ушли, а вот теперь я посижу и себе поплачу. Ну да. Казалось бы, что можно было выйти из комнаты, можно было залезть под стол, можно начать его щекотать, что-нибудь, да? Нет, вот казалось бы, вот такое мудрое решение. Что делали бы наши бабушки? Они бы начали засюсюкивать ребенка. Чтобы только он не плакал. Чтобы он не плакал. А ребенок в этом случае бы плакал и плакал, плакал и плакал. Но я хочу вам сказать еще, вот можно вот об этом, о Жене Кац. Да. Женя Кац, в принципе, это тоже московская мама. Она закончила филологический факультет МГУ, но при этом, при всем, у нее двое взрослых детей, и на их, на их, будем говорить, школе, и на школе очень многих других, и мам, она и написала вот эту вот книгу. У нее есть тоже своя школа в Москве, свои тренинговые моменты. Книга иллюстрирована, здесь очень много моментов. Она говорит и о так называемом ближайшем, ближайшем окружении детей разных возрастов, но это все тоже относительно, потому что каждые дети играют по-своему. Но что-то интересное для себя может быть. По крайней мере, подсказки есть. Конечно. Вы, может быть, видоизмените что-то, но подсказки есть. Вот в этой книге есть подсказки. Дальше. Вот эта книга меня просто повеселила. «Как перевоспитать родителей» называется книга. Вот так она выглядит. В магазине «Лагуна» она есть. Родители иногда не понимают, что это на самом деле. А на самом деле, на самом деле это прелестный дневник. Это дневник ребенка. А, соответственно, через этот дневник мы можем посмотреть на себя как в зеркало. У нас есть телефонный звонок. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Будьте любезны, чуть-чуть громче, мы вас не слышим. Алло. Да, да. Я не могу сказать, чуть-чуть громче, мы вас не слышим. Говорите. Здравствуйте. Я хотела задать вопрос. У нас как бы не полноценная семья. То есть у нас папа приходит иногда по выходным, может, в среди недели. Но ребенок сам не звонит к папе. А сколько ребенку, простите? Семь. Семь лет. Мальчик? Девочка. Девочка. Угу. Иногда говорю я, чтобы ребенок позвонил. Не все говорит, не все она хочет ему рассказать. И у папы такие там ревности, что иногда бывает, что мама лучше. Она может сказать папе, что моя мама лучше, я вот хочу с мамой быть. У папы возникают ревности. То есть как бы, я не знаю, иногда даже как себя вот вести. Скажите, пожалуйста, вас папа сейчас очень волнует? Папины ревности вас очень волнуют? Нет. Нет. Ребенок как? Вот приход папы, это радость? Ну, так? Так, себе, средне. Таким образом, как я поняла, из всей ситуации, в общем-то, вы заинтересованы в том, чтобы у ребенка, как бы, вот он есть папа, чтобы он был почаще, как бы, да? Ну, как бы хотелось тогда. Понятно. То есть, а девочка спокойно на его отсутствие реагирует? Могу сказать, что да, но иногда как бы ей это, вот ей это хочется, но при этом она спокойна. Мне кажется, все-таки больше у нее такое, как, знаете, Понятно. Значит, будем работать с вами. Значит, будем работать с вами. Спасибо огромное за звонок. Сейчас мы пофантазируем. Да. Здесь еще такой вопрос. А дедушка, бабушка? Ну, здесь мы, вот видите, здесь вот ограничено, да. Нет, но... Ну, дедушка, бабушка, все равно это не папа с мамой, Вера Игоревна. Нет, нет. Вот в данном случае дедушка вполне может заменить образ отца. И девочка к дедушке может относиться гораздо лучше, чем к приходящему отцу. Дело в том, что сейчас достаточно модное понятие, так называемая визитерская семья. Визитерская семья, я впервые слышу такое определение. Какая прелесть. Это такое научное определение. Визитерская семья. Сейчас это достаточно распространено, но, будем говорить, это модное явление в нынешнем социуме. И поэтому, действительно, Наталья Леонидовна, права. Вам не стоит зацикливаться. Это отношение не ваше с папой, а вашей дочери с папой. Вы можете что сделать? Похвалить папу, сказать, насколько он хорош, насколько он интересен, как бы вы хотели. А все остальное, это папины фантазии. Если бы его это волновало, он бы задавал эти вопросы. Нет, видите, он ревностно относится к тому, что маму хвалят при нем. Похвалите папу при ней. Ну, так я же об этом и говорю. Но я хочу успокоить маму в том, что это папины проблемы. И папа должен решать с ребенком эти проблемы. Либо чаще появляться и звонить, снять шляпу, и звонить ребенку, наклонить голову, и звонить ребенку сам, напоминать об этом, это не зазорно. И это не обидно. Тогда ревности его не будет. А вы снимите с себя чувство вины. Вы ни в чем не виноваты. Вот да, у мамы явное чувство вины. Называется, все понятно, вроде бы никто не переживет. Но мама хочет, да, чтобы ребенка любили со всех сторон. Ну, ребенка и так папа любит. Но папе нужно забыть немножечко о своем величии. Больше ничего. Очевидно, там папа, который пытается стать богом. Есть хуже ситуация, когда дети очень скучают за папами, и папа не звонят. А раз у вас это более-менее спокойно, поэтому и из себя чувство вины надо снять. Плюс еще 7 лет, девочка в таком кризисном состоянии, поэтому здесь, возможно, все. Чем мягче мама будет к этому относиться, тем лучше будет, чуть-чуть попозже. А папу просто похвалите при нем. И достаточно. Одной таблетки. Итак, наш телефон 7377310. Звоните, задавайте вопросы, а мы продолжаем дальше. Вот еще, я думаю, что мы возьмем, вот эти книги я тоже принесла оттуда, из нашей лагуны замечательной. Усыновить ребенка. Я знаю, что это очень плохо говорить модно, но сегодня очень многие задумываются. И мы знаем популярных звезд кино, театра, политиков, да, которые... Ну, да, но сейчас в моде другая вариация. Ну, да, вы имеете в виду суррогатных матерей. Нет, а вот те, которые собираются усыновить. Ну, вот это, Юлия Андреева, очень достойная книга, и, ну, по крайней мере, тем, кто это вот, нужна такая литература. И почитать его. Естественно, есть там замечательный Комаровский. Я не знаю, кому-то замечательный, кому-то, может быть, нет. Но для здравомыслящих родителей вот эта книга есть. Программы Комаровского идут в эфире, вы имеете возможность послушать. А конкретные советы вот в этой книге, ну, они касаются больше, конечно, медицины. А мы вам обещаем, что в следующем нашем эфире появится наша Людмила Станиславовна, и мы поговорим о тех проблемах медицины, которые сегодня существуют в данный момент в нашем городе. Которая всех очень волнует. Я Наталью Леонидовну прошу давно затащить Людмилу Станиславовну. Да, ну все, я уже с ней договорилась, так что все в порядке. Так, вот еще одна тоже очень важная и проблема, и вот эта книга, в которой можно подыскать какие-то рецепты и советы. Потому что, действительно, когда мы идем на день рождения к ребенку, чужому особенно, да и своему, мы уже не знаем, что дарить. Это раньше было время Советского Союза, когда, да, одна игрушка хорошая, а вторая, а все остальное, так сказать, невозможно взять в руки. И лучший подарок – это книга. И лучший подарок – это книга. Сегодня детям чаще всего дарят уже деньги. А вот как научить ценить, экономить и как тратить, вот здесь есть подсказки, потому что сегодня дети живут именно уже в этом финансовом мире. Ну да, сейчас дети – маленькие бухгалтеры. Маленькие бухгалтеры, да. Они быстрее начинают обучаться счету. Для них очень важно и очень важно их место в этой семейной бухгалтерии. Вот тоже вот книга практически целая проблема. Мы тоже будем отдельную программу, потому что это постоянная жалоба родителей. Но эта тема таит в себе столько, потому что как отбивается в школе желание учиться, да? Ну да. Какие сложные программы и как все-таки в этом вот круговороте настроить ребенка на то, чтобы ему хотелось учиться. Это тоже книжка Фабера Мазбышева. Да, да, да. Это одна из их вариаций. Да, да, да. Как говорить с детьми, чтобы они учились. Ну, смотрите, вот мы говорим все время, как говорить, как говорить. Да, мы все время говорим, как говорить, как общаться. То есть нам кажется, ну, что значит, как говорить. Ну, вот общаться, оно и есть общаться. Но оказывается... Есть определенный язык. ...что правильно общаться, точно так же, как считать правильные книги. И когда правильно общаешься, детское, да не только детское поведение, кардинальным образом меняется. Если правильно общаться, меняются даже взаимоотношения в семье. И если вчера вы собирались разводиться, то сегодня вы уже самая влюбленная друг друга пара. А что это... А в чем дело? Просто в изменении техники общения. Посмотрите, мы потихонечку из таких возвышенных любовных отношений перешли к технике общения. Ну, вот у вас есть еще одна... Вот у меня есть любимая, оказывается, и у Веры Игоревны любимая книга, потому что это основополагающая. Это основополагающая. Вот мы говорим, вот это вот все то, что у нас. И если вы еще вспомните семинары Томаса Гордона или Гордона, ну, по-моему, Гордона, правильно, американского психотерапевта, которые построены тоже на основе теории Эрика Берна. Это теория так называемого транзактного анализа. А теперь для непосвященных? Нет, она так и называется. Теория транзактного анализа. Ну, хорошо, а вот те, кто не понимает, что вы сейчас сказали, Вера Игоревна. А это на самом деле, это теория общения. Она может быть принята, может быть не принята, но эта книга достаточно... Вот эта книга достаточно сложная. Вот эта. Она достаточно сложная. И все вот эти моменты, они построены на основе вот этой теории. А вот у Гиппенрейтер, у вот этих вот американских писательниц, у них, у всех эта, вот основа этого была изложена, адаптирована к нашей среде, к нашим отношениям, отношениям, к нашим терминам и к нашим словам. А если вы хотите... Здесь еще и другое. В этой книге не только отношения с детьми, это отношения в семье, отношения взрослых людей. Все правильно. Но дело в том, что каковы отношения в семье и взрослых людей, таковы отношения с детьми. И здесь можно для себя. Но это, это наука, а это популярно. Ну и заметьте, что и в науке все равно первое слово игры. Да, и люди, которые играют в игры. Если вы хотите, если вы взрослый, и вы вот этого всего не приемлете, и дети для вас как-то это еще загадка, либо далеко уходящая в будущее проблема, тогда есть еще один очень интересный автор. Это Михаил Литвак. У него есть такая вариация, как психологическое айкидо, и на эту тему вариации. Различные книги, написанные с его учениками, написанные им одним, но тоже на основе трансактного анализа Эрика Берна. В своей книге психологический анализ, он описывает, психологическое айкидо, он описывает более популярно и более доступно сложную, перевод сложный Эрика Берна, и он дает понятие, как вам жить в сложном мире общения. Возвращаясь к Эрику, я хочу, вот для того, чтобы мы вот много теоретических тоже набросали каких-то терминов, Ну, не только же, понимаете, не только же на таком кухотном языке общаться нужно Ну, для того, чтобы вы немножко понимали и было, может быть, интереснее взять эту книгу в руки, он призывает в основе своей к тому, чтобы мы не повторялись бесконечно в своем каком-то цикле. То есть, ну, пришел, банально я привожу пример, пришел муж с работы, он пил только что пиво где-то это вот, и жена точно знает, что он там был, поэтому задержался. И происходит одна и та же игра, она говорит, где ты был? Говорит она. И он говорит, что такое, я был на совещании, задержался на работе. Она знает этот ответ, и она не верит. И он знает, что она его сейчас спросит. Да, знаю я твои совещания. И вот тут он, она знает, что скажет он. Он скажет, а что, я не имею права? Она скажет, а, конечно, ты имеешь право, а я должна прийти с работы и мыть, стирать, готовить. Одно и то же все время, пока оно не доходит до пика, до скандала и так далее. Он предлагает поменять правила игры неожиданно для другого. Давайте, давайте, проиграем. Давайте. Я муж, вы жена. Да. Я пришла. Милый, ты устал? Нет, где ты был? А, где ты был? Я понимаю, что я поздно пришел. И я понимаю, что ты очень долго меня ждала. И я понимаю, что я не достоин того ужина, который так вкусно пахнет. Ну все, я уже расстайла. И вот как только вы вот таким вот образом поменяете, либо так, как Наталья Леонидовна, все тут же, тут же нежелание вашей жены и скандал тут же уходит. Вот такие вот простые приемы в очень сложной теоретической основе Берна, они превращены в более простые взаимоотношения у Юлии Борисовны Гиппенрейтер, еще более, вот давайте, это достаточно простые с комиксами, вспомнила слово, с комиксами отношения у вот этих вот Адель и Элейн Мазлиш, Фабер Мазлиш, здесь они очень более доступны у Михаила Литвака, очень доступны, но если у вас есть дети, и если вы хотите все-таки изменить отношения в семье, почитайте, потому что как только вы начнете изменять отношения с детьми и читать, как правильно общаться, очень просто написано, что здесь, что здесь, здесь в уклонном в американский быт, здесь в уклонном в русский быт. Уже к нам адаптировано. Да, да, и вы четко определитесь, и вы почувствуете, как изменяются отношения между вами и вашим супругом, между вами и вашей супругой, и между вами и вашей не очень любимой тещей, и между вами и свекровью. А нужно только включать, как говорят сейчас в Одессе, мозги, чем мы занимаемся всю жизнь в Одессе. Да, да. И я очень люблю вот этого автора. Почему? Потому что здесь, как вам сказать, вот меня, когда я читаю, вот здесь мне нравится это, да? Да. Здесь мне подходит вот это. Вот у этого психолога я беру для себя это. Вот Лиза Бурбо, по-моему, именно таким путем и написала свою и эту книгу, и вообще все, что она пишет. Она собирательна, она анализирует ситуацию свою, которая у нее в доме, и плюс дополнительно. Вот, и вот здесь можно, она отвечает на вопросы по разным темам. Мы, наши родители, и наши дети. Видите, сразу уже есть связь, насколько мы тащим за собой свое детство, привнося его в детство груз своих проблем. И вот еще одна книга, которую тоже я увидела в магазине Лагуна, в книжном центре Лагуна. Вот она тоже для взрослых. Где твоя волшебная кнопка? У каждого из нас есть, оказывается, кнопки, просто мы не знаем, где они находятся и как на них, может быть, с какой силой на них надавить. Ну, вот то, что касается литературы, по-моему, мы практически все. А, ну вот еще есть замечательная, это напоследок. Видите, такая толстенькая, упитаненькая книжечка. Почему? Потому что иногда нам не хватает фантазии, да просто усталость. Усталость, и ребенок живет все время, у него каждый день, это как первый день, и каждый день он готов удивляться, радоваться всему тому, что... То есть, как говорит Женя Кац, нужно, чтобы в семье всегда была весна и лето, тогда вам будет весело. Можно в одной, можно в одной, в одной семье детям будет скучно, а в другой семье при тех же доходах и тех же достатках будет намного веселее, одни будут развитые и веселые, другие скучные, занудные и болеющие. Ну, и в финале я говорю еще одну фразу, как всегда, финальную, замечательный, Густав Юнг, он сказал, наши дети очень умные, помните об этом, и хорошо отличают настоящее от поддельного, поэтому ваши игры и ваши тексты, которые вы им адресуете, должны быть настоящими. Ну и в самом-самом конце я предлагаю вам 40-секундное напоминание о нашем замечательном Ютончике, где вы сможете для себя и для своих детей приобрести те развивающие игрушки, которые помогут вам скоротать время вместе с вашим ребенком и с пользой. До встречи через неделю. Магазин Ютончик. Греческая, угол Красного Переулка. Только здесь и нигде иначе небывалый выбор игрушек из дерева, лучшие образцы развивающих игрушек, самые красочные и захватывающие книги для деток. Вы не откачете себе в удовольствие поиграть всей семьей в настольные игры, манчкин, алиас, монополию и многие другие. Ваш ребенок левша? Пожалуйста! Ему любые канцелярские товары и принадлежности для левшей. А теперь, внимание, вы не поверите, детские товары но и ньютончик от вас не отстает. Из ньютончика игрушки лучшие, друзья, подушки. Магазин Ньютончик. Греческая, угол Красного Переулка. Субтитры создавал DimaTorzok